Самый популярный вид спорта на планете. Каждый третий мальчишка играет в футбол или мечтает стать футболистом. Спортивная школа Одинцова вместе с профессионалами своего дела помогает воплотить юным спортсменам их мечты в реальность. Сегодня поговорим о футболе вместе с заведующим отделением и тренером Зурабом Саная. Здравствуйте, меня зовут Татьяна Верняковская, вы смотрите новости спорта на ОТВ. Здравствуйте. Добрый день. Зураб Владимирович, вы тренер и спортсмен профессиональный. Ваша карьера началась еще в СССР. Вот расскажите, как за это время изменился футбол? Я бы сказал, что футбол изменился кардинально. Во-первых, выросли скорости, если брать профессиональный футбол. Очень плотная стала игра на футбольном поле, более атлетичный стал. И в то же время техника у многих футбольных держав мира, она сейчас на высочайшем уровне. Поэтому разница кардинальна. Плюс большой момент, когда игра вратаря сейчас стала совсем другой. Раньше можно было мяч брать в руки, сейчас, к сожалению, этого делать нельзя. Такие нюансы увеличивают темп игры, увеличивают время игры. И поэтому мы видим сейчас полные трибуны, аншлаги, футбол. Это игра номер один. Вы с 2005 года уже на тренерском поприще. Вы успели поездить по стране, тренировать разные клубы. Вот где больше всего удалось добиться результатов? Ну, после окончания футбольной карьеры я поступил сразу в высшую школу тренеров. Окончил ее. И меня пригласили в родной для меня тогда клуб «Балтика» Калининград. Тренером вратарей. Я отработал два сезона в этом клубе. Потом поступило приглашение. Опять-таки тренером вратарей в клуб «Премьер-лиги», «Лучший Владивосток». Совершенно разные противоположные города в стране. Отработал там год. И потом уже принял команду «Балтика» главным тренером. И дальше пошла футбольная, так сказать, тренерская карьера. Вот. Но самых больших результатов, на мой взгляд, мне удалось добиться с командой «Балтика». Это мы, имея такой ограниченный бюджет, в цветноте времени собрали команду и заняли седьмое место. Вот. Что по тем временам, хотя все прочили, что команда вылетит, вот ничего не могут, тренеры молодые и так далее, и так далее. Но мы, вопреки всем ожиданиям, заняли седьмое место, остались в первом дивизионе и сформировали очень боеспособный коллектив. Потом также был удачный опыт та же «Мчужина Сочи», возрождающаяся команда на тот момент. Все было красиво, все было ярко. Вот. Заняли четвертое место по итогу сезона. Тогда я был уже спортивным директором. Так что пришлось поработать во всех, можно сказать, ипостасях в российском футболе. Знаю всю кухню, все лиги. Вот и до. А вы следите за командами, в которых раньше тренировали? Безусловно. И общаюсь с многими ребятами, кто работал со мной, кого лично знаю. Общаемся до сих пор. Даже ребята из Казахстана часто звонят, пришлось поработать и там. Поэтому общение плотное. К сожалению, некоторых команд уже нет сейчас. То есть «Жемчужина Сочи» совершенно по-другому называется, в другом месте располагается. Луч Владивосток. Не самые лучшие времена переживает. Но ребята, которые были в команде, там тренеры, администраторы, начальники команды, руководители, со всеми поддерживают отношения. Больше всего, конечно, переживаю за Балтику. Это для меня родной клуб. В Одинцово вы начали тренировать с 16-го года. Что самое главное, на ваш взгляд, нужно было сделать уже с точки зрения вашего взгляда, как тренера, с детьми, которые были? Ну, волей судьбы я появился в детском футболе. Хотя об этом, как говорится, не мечтал и никогда себя не видел тренером в детской школе. Но так получилось. Меня пригласили сюда поработать. Это мой товарищ, близкий друг, коллега. Который говорит, пока делать нечего, приходи, поработай. И с тех пор как-то начал включаться в это дело, работать, осознавать, что это не тот профессиональный футбол. Здесь немножко по-другому. И где-то в каких-то моментах, поначалу был, может быть, излишний строк с детьми. Но потом включился, понял специфику, как надо работать. Начал вспоминать свое детство, все моменты, где я был, и что я видел. Поэтому масса было предложений для ребят, чтобы изменить стиль игры, само понимание тренировочному процессу. Было интересно для меня, скажем так. К чему уделяете особое внимание на тренировке? То есть, скорость. Вы сами сказали, что сегодня футбол ускорился. Ну, нельзя выделить какой-то один компонент. В футболе имеет значение все. Мелочей, как говорится, не бывает. Сейчас, если брать подготовку к чемпионату, у нас сейчас подготовительный период. В большей степени занимаемся физической подготовкой. Но также, особенно младшие возраста, включаются в технический, технико-тактический аспект. Мы с ними работаем, занимаемся большую часть времени именно этим. Плюс ловкость, плюс гибкость. Старшие возраста, помимо этого, преодолевают большие объемы. Беговой работы, прыжковой работы, скоростно-силовой работы. Ну, и, естественно, скоростные упражнения. Потому, что футболист должен быть конкурентно способен в той среде, где он сейчас играет. Очень часто говорят, что, например, футбол можно совмещать с какими-то единоборствами. Что на поле это очень даже поможет выигрывать вот эти противоборства. Вот как вы к этому относитесь? Я с этим согласен. И мое мнение подтвердил семинар, на котором участвовали коллеги из Аякса, из Голландского. Которые говорят, мы занимаемся с детьми с 6 лет до 12 борьбой Эйкидо. То есть, там один или два раза в неделю у них проходит это занятие. Вопрос, почему? Во-первых, это координация. Это футболисты перестают бояться столкновений, единоборств. Вот, пластика определенная и желание, стремление победить. Поэтому я только за. Ну, плюс всегда было, что футбол, это не только тренировки на футбольном поле. Это также и волейбол, это также баскетбол, беговая работа. Мы в школе в свое время занимались всем. И практически каждый футболист, который играл в нашей детской команде, он хорошо бежал, хорошо прыгал, хорошо играл в спортивные игры, подвижные и так далее, и так далее. Вы сейчас тренируете, получается, 2008 год, да? Я сейчас тренирую 2010 год команду и молодежную команду нашей школы. Одну из молодежных команд нашей школы. Вот давайте как раз расскажем про подготовку к первенствам, турнирам. Как вы готовитесь? Плановые тренировки у нас с 2010 годом три раза в неделю, плюс один день игровой. Детям тоже надо отдыхать, естественно, после школы, после нагрузок. Сейчас на этом этапе большие объемы мы уже, как говорится, набежали, прошли. Сейчас мы уменьшили объем и добавляем в тренировочном процессе интенсивность. Плюс у нас в этом году уже будет команда играть без обратных замен, как это было в прошлом году. И мы должны подготовить состав таким образом, чтобы ребята выдерживали все игровое время на футбольном поле. В большей степени. Естественно, нас интересуют взаимосвязи, взаимодействия. Мы пробуем различные сочетания. Все ребята получают игровую практику. Они участвуют в зимнем первенстве. Вратари, полевые игроки. Даже в некоторых ситуациях меняем амплуа. Защитников ставим в нападение, а нападающих, соответственно, в защиту. И так далее, и так далее. То есть, тот период, когда можно творить и смотреть, как на это реагируют дети и команда. Футбол требует дисциплины и регулярных тренировок. Как удается спортсменам это объяснить? Что важно соблюдать режим и так далее. Маленьким детям сложно объяснить. Поэтому мы подстраиваем упражнения для того, чтобы им было интересно. А мы преследуем другие цели. И через эти упражнения научить их технике ловкости и гибкости. Это в раннем возрасте. Ведь у нас занимаются детки 18-го года. Начиная с 18-го года рождения. В более старших возрастах приходится разговаривать. Приходится объяснять. Вот сейчас у нас ребята, им уже по 13-14 лет. Уже осознанные. Уже понимают, что есть конкуренция за место в составе. Есть понимание того, что если ты не лег вовремя спать, а утром у тебя тренировка или игра, ты не выспался, ты не готов. Ты можешь сыграть плохо и в следующую игру не попасть в состав. Ведь конкуренция – это двигатель прогресса. Без нее, естественно, нам будет всем сложно. Но, опять-таки, конкуренция – это не так, как в профессиональном футболе. Не сыграл, извини, садись на лавку. Здесь мы все понимаем. Здесь более лояльно относимся. Понимаем, что это детская психология. Над этим тоже работаем. И дисциплину вырабатываем таким образом, чтобы каждый игрок отвечал за команду. И команда отвечала за игрока. Поэтому они уже понимают, что от них требуется. Они понимают, во сколько им можно пообедать, за сколько до тренировки можно пообедать или поужинать, что можно поесть, какие продукты. Мы это все им объясняем. Зачастую в работе тренера не так сложно найти общий язык с детьми, сколько с родителями. Так как сегодня родители участвуют во всех сферах жизни ребенка, в том числе и спортивной. Как вы этот контакт выстраиваете? Есть такая проблема. С юмором могу сказать. Опять-таки все зависит от тренера, от педагога. Как он выстроит отношения с родителями, с детьми. И как реагируют на его предложения, естественно, родители. Но такие случаи бывают. Родители, зачастую не реализовавшие себя в футболе, хотят, чтобы его ребенок все его мечты реализовал сейчас. И, естественно, идет подсказ в разрез тому, что говорит тренер. Естественно, начинается какая-то ситуация, когда он, скажем так, пихает ему и указывает на ошибки, которые не соответствуют тому, что хочет тренер видеть. Приходится объяснять родителям, неоднократно объяснять, что дайте возможность тренеру поработать. Ведь он не враг вашему ребенку, а наоборот хочет из него вырастить футболиста. Но, с другой стороны, наши родители сейчас, правильно вы подметили, вовлечены в жизнь ребенка, школы. Постоянно идет общение. Каждые 2-3 месяца у нас собрания проводятся. Проводятся турниры именно родителей. Для того, чтобы сплотить, для того, чтобы родители знали друг друга не только в своем классе, в своем возрасте, но и во всей школе. И у нас сейчас получается так, что наша школа – это как одна большая семья, которая живет проблемами школы, какими-то эмоциями, переживаниями. У нас очень много родителей ездят с детьми на турниры, на игры, хотя это не ближний свет, поддерживают с барабанами, с флагами. Это приятно, на самом деле. Вовлечены, переживают. Иногда такие вопросы каверзные задают тренерам по тактике, по физической готовности, по сопернику и так далее, и так далее. Это приятно, это нормальная ситуация. Даже где-то бывает в такой жесткой форме общения. Но это нормально. Люди хотят видеть результат, они вовлечены, и мы довольны тем, что у нас происходит. На что вы обращаете внимание в первую очередь, когда к вам приходит мальчик, который хочет заниматься футболом? Селекция – это первостепенная задача в спорте, в футболе. Мы обращаем внимание на, в первую очередь, его желание, на его стремление овладеть мячом. Какой он в хорошем понимании агрессивный. Он хочет выиграть, он хочет быть победителем, он в каждом единоборстве пытается обыграть соперника команду. И там забить гол или не дать забить гол. Второй аспект – мы обращаем внимание на скоростные его качества. И скорость, естественно, гибкость и ловкость. И, естественно, смотрим на интеллект. В этом плане, она такая работа скрупулезная. Но, тем не менее, эти показатели нам дают возможность примерно понимать, что у нас может быть на выходе. Сейчас мы заключили договор с профессиональным клубом ЦСКА. В прошлом году они протестировали всю школу всех ребят. Это было очень такое качественное событие. Они провели медико-биологические тесты. Выложили нам полностью все данные по детям. Их, на самом деле, на сегодняшний день, их скоростные качества с мячом, без мяча. Их потенциал, их рост. И к чему они могут прийти к 17-18 годам. Мы за это очень благодарны им. Надеюсь, что у нас продолжится дальнейшее сотрудничество. Дети, родители тоже вовлечены в этот процесс. А нам, как тренерам, это пища для размышления. Может быть, стоит кому-то из ребят действительно сказать, что вот посмотри по тестам. Или родителям. Здесь ты больше лыжник или волейболист, чем футболист. Такое тоже бывает. И надо откровенно все это доносить родителям. А вы делаете выбор. Давайте поговорим об успехах ваших подопечных. Чего уже удалось достичь. Какие турниры выиграли. Какие трофеи привезли. Если вы обратите внимание, у нас очень много кубков, трофеев. Хотя, на мой взгляд, это не главное. Главное, чтобы ребенок был вовлечен. Главное, чтобы он хотел заниматься футболом. Он тренировался качественно. И на выходе из школы он стал хорошим футболистом. У нас наши успехи, если говорить о каких-то клубных местах, то в прошлом году команда, дебютировавшая на первенство Московской области в высшей группе, заняла восьмое место. Для нас это почетно. Некоторые из возрастов, ребята 2008 года, 2012 года, 2013 год, стали чемпионами, заняли второе, третье место. Очень удачно выступил 2009 год, 2011 год. То есть, во главу угла ставится качество игры и рост самих футболистов. У нас, для нас достижение и для нас будет такое радостное событие для тренеров, когда нашего игрока заметят и пригласят куда-то в одну из московских школ. Поверьте, за каждый год порядка пяти-шести футболистов переходят в московские клубы. Двое парней уже играют во второй лиге. В прошлом году дебютировали. Один парень 2005 года, наш футболист, играл в медиалиге, один играл во втором дивизионе. То есть, спрос на футболистов с Одинцова велик. Поэтому для нас это показатель, если хорошие московские клубы охотятся за нашими футболистами. В связи с этим каждый год хорошая команда теряет одного, двух, это бывает трех и четырех игроков. Но, скажем так, полсостава, две трети состава. Воспомнить нужно время. Это тоже надо понимать. Что мы работаем и над этим. Подтягиваются другие. И уровень тренировочного процесса не занижаем, а наоборот повышаем. Тогда молодые ребята, которые мало участвовали в играх, в тренировках, они, естественно, растут. Поэтому основное – это воспитание футболистов. Кубки, медали, награды – это все, конечно, приятно. Но и наш президент РФС об этом говорит, что самое главное, чтобы дети были качественно воспитаны в футбольном плане и могли по окончании футбольной школы заиграть на профессиональном уровне. В футболе высокая конкуренция между спортсменами. Но, с другой стороны, футбол – это командный вид спорта. Как удается вот эту коммуникацию в команде поддерживать? Мы стараемся объяснять детям, что, образно говоря, из 10 человек не могут быть все нападающие. Второй момент – мотивируем, смотрим, мотивируем их тем, что ты, да, молодец, ты здорово работаешь с мячом, но у тебя хорошо получается играть в обороне. Ты прекрасно отбираешь, ты быстро бегаешь, ты можешь догнать нападающего, ты не боишься столкновений, ты супер. Приходится уговаривать, рассказывать, показывать. И кто-то из детей изначально хочет быть вратарем. У нас были случаи, когда у нас парень пришел в первом классе с перчатками, сказал, что я все, я вратарь. Походил два года, потом сказал, все, я уже не вратарь, я уже нападающий. Поиграл полгода нападающим, говорит, да что я, столько бегать, разве это можно? Пойду-ка я обратно вратарем. Такое зачастую тоже бывает. Бывает, что дети, естественно, все хотят играть, и у них слово «основа», выйти в основном в составе, это предел мечтаний. За день, за два, иногда бывают, они пишут нам в сообщениях, а кто сегодня в основе, а буду ли я играть, на какой позиции, и так далее, и так далее. То есть, дети переживают. На мой взгляд, мы выбрали правильную тактику, говорим детям, что у нас нет основного состава. У нас есть дети, которые сразу выходят, и дети, которые выходят позже. Но все вы одинаковые, и пользу приносите в копилочку команде. Все одинаковые, никого не выделяем. На разборах показываем им видео, рассказываем, какие-то моменты затрагиваем, показываем, где игрок мог бы сыграть лучше. Не акцентируем внимание часто на ошибки. Больше показываем позитивные действия. Ну, естественно, на футбольном поле уже в приватных беседах рассказываем деткам, где бы надо было, как сыграть лучше. А вот, кстати, как настраиваете перед самой игрой детей? Все-таки на победу или на качественный футбол? Вот на что именно? Ну, дети, как правило, слово «настрой» слабо понимают. Они приходят в раздевалку, у них какие-то свои обсуждения, какой-то крик, шум, они веселые и счастливые, что они куда-то приехали, или они пришли на игру. И, как правило, расширить их бывает очень сложно. Ну, приходится заходить с грозным видом. Или наоборот, с улыбкой, но заставить их серьезно рассказать о том, что они будут делать на футбольном поле. Нам хочется качественного футбола, но, естественно, всегда мы играем на результат. Если ты не будешь играть не на результат, то у тебя роста дальше не будет. Уж дальше мы будем смотреть, как ребята смотрим, или как ребята на это реагируют и так далее. Давайте немного о ближайших планах. Куда планируете поехать? Какие турниры, соревнования? Ближайшие планы у школы – это продолжение зимнего перенства до начала чемпионата. В принципе, практически ряд возрастов поедет на сборы в Геленджик. Ряд возрастов поедет на сбор турнир в Сочи. Мы уже там неоднократно бывали, нам очень нравятся условия. И практически одна или две команды останутся здесь подготовку проводить. Для них будет больше свободного времени, больше сыграют товарищеских игр здесь. Если это потребуется тренерам. И к чему я говорю – турниры, сборы. Мы всегда хотим играть с командами, которые не из нашего региона, для того, чтобы дети были более адаптированы и понимали, какую тактику играть, как психологически ведут себя соперник, что может быть с другой командой. Чтобы они были уже к окончанию школы готовы во всеоружие. Знали, с кем, как играть. С южными командами – это один футбол. С северными командами – это другой футбол. А, кстати, отличается футбол. Совершенно верно. Южные команды любят играть с мячом. Они всегда на мяче, на контроле мяча. Они пытаются этот мяч чуть ли не завести в ворота. Очень эмоциональный. Но, как правило, если забиваешь южной команде 1-2 гола, команда рассыпается. Есть такое. Команды с других регионов. Северные, можно сказать так. Это более атлетичный футбол. Которые будут от первой до последней минуты. Такие мужички выйдут, будут сопеть. Но ни пяде земли не отдадут. С ними сложнее играть. Ты им забьешь один, а тебе им забьют три. Опять ты им забьешь два-три гола, они тебя будут стараться забить. Это такой немножко немецкий менталитет. До последней минуты. Поэтому дети должны понимать все. Кто перед ними, какой соперник, как он может сыграть. И мы им рассказываем на теоретических занятиях и показываем. Показываем команды европейского уровня. Бразильский футбол. Делаем нарезки всевозможные. Ватсап им отправляем. Они, в принципе, по окончанию школы знают все. В каком, в каких стилях играют команды. Какой вектор развития футбола. Они все это уже понимают. Они могут сами рассказать то, чего, может быть, и мы не знаем. И во всяком случае, родители говорят, что лекции о футболе проходят ежедневно. У детей сегодня очень много кумиров футбольных. Это и всем известные Роналдо, Месси, Холланд. Новая звезда. На кого вы хотели в детстве быть похожим? Мне всегда нравился наш вратарь Ренат Досаев. Я был большим поклонником его таланта. Всячески старался подражать. Для меня это был номер один. Потом, когда начали показывать больше матчей европейского, мирового уровня, мне очень нравился итальянский голкипер Вальтер Дзенга. Мне нравился вратарь сборной Бельгии Жан-Марий Пфа. Это такие колоритные фигуры, которые для меня были пределом мечтаний. Ну и так в жизни получилось, конечно, что впоследствии я познакомился и с Ренатом Досаевым. Получилось так пересечься случайно совершенно с вратарем сборной Бельгии. И в тот момент уже он был хозяин клуба Жан-Марий Пфа. И мы с ним тепло пообщались. Я ему сказал, что я помню, как ты играл. У него были перчатки на несколько размеров больше. И вот это им самым был нестандартным человеком. Хотя как вратарь был очень классный. Посмеялись, повспоминали его хорошие игры. Поэтому основных было 3-4 вратаря. Кому хотел подражать. Сейчас дети, естественно, надевают эти майки с Роналдо, с Месси, с Холландом. Все их финты пытаются повторить. Там после забитого гола выскакивают, кричат. Вот. Ну, это хорошо. Я считаю, что это нормально. Зураб Владимирович, спасибо вам за интересную беседу. И вам большое спасибо. Рады будем вас видеть. Приходите. Будете смотреть вживую, как тренируется и как живет наша школа. Далее новости спорта. Оставайтесь на ОТВ. Ольга выступает в последней паре. А это значит, есть время дать напутствие младшим и размяться. Координация и устойчивость – основа успешного спорта. Спарринга, уверена, саватистка. Самое трудное выступление было в декабре у меня. Мне было прям очень тяжело. У меня была такая серьезная противница. Но это опыт. В Одинцовском округе федерацию «Савата» создали в 21-м году. Тогда начинали с малого, с тренировок в зале. В 22-м провели первый чемпионат. В этом году на первенстве уже выступили больше 90 участников со всей области. Подготовка проходит стандартно, как и в других спортивных единоборствах. Есть, конечно, свои отличия, своя специфика. Но возраст спортсменов до 14 лет выступает только по лайт-контакту. То есть легкий контакт. Запрещено выступать до 14 лет по полному контакту. Категории 15-17 лет тоже выступают в разделе «Аса» – легкий контакт. В полном комбе проводят отдельные соревнования. Совсем недавно Владимир покорял ринги. Стал чемпионом России и обладателем высшего технического разряда «Желтая перчатка». Сейчас сам оценивает мастерство «Саватистов». Особое внимание уделяет технике нанесению ударов и скорости. Соответственно, голова – это 4 балла с ноги в голову, 2 балла в торсе и нога в ногу – 1 балл. Еще раз проверить перчатки, защитное снаряжение, специальную обувь – все необходимое с собой. Скоро Александру на ринг. Волнение нарастает. Это уже пятая. Французским единоборством Матвей занимается шестой год. Состоит в сборной области. Выступать на первенстве уже не страшно. В этом году готовится к чемпионату России, который пройдет в апреле. Трудно – это когда ты выступаешь и выступаешь в одной категории, и ты переходишь в новую или возрастную. Это бывает трудно – перейти в другую категорию и начать выступать. Потому что новые соперники, новые веса. Федерация развивается. Федерация еще молодая. Ей не так много лет. Также она зарождалась вместе с нами. Мы надеемся, что это разовьется в более глобальную организацию серьезную. Что будет с каждым годом все больше и больше клубов, городов присоединяться и развивать данный вид спорта. В этот раз на первенстве выступили 25 спортсменов из округа. Почти половина завоевала золотые медали. Кирилл Сурин старательно объезжает вымышленных соперников. Юному хоккеисту всего шесть лет, а скольжение вперед лицом и спиной он освоил хорошо. Некоторые из упражнений ему нравятся особенно. Шайбы в ворота кидать. А еще что? Еще тренироваться, что я быстро всех обогнал. Хоккеистам на льду 6-7 лет. Тренируются меньше года. Чтобы занятия проходили эффективнее, с ними работают сразу шесть наставников. Круговая тренировка под так называемым станциям. Каждая станция представляет собой мини-моменты. Либо направлены на технические элементы, технику владения шайбой, какие-то игровые моменты. То есть через каждую станцию мы развиваем, подготавливаем детей к тому, чтобы они играли в хоккей в дальнейшем. На первом тренировочном пункте отрабатывают технику катания. На втором – передача и ведение шайбы. И так по кругу. Для организации такого процесса требуется хорошая координация наставников и, конечно, дисциплина. Переходы между станциями по команде тренера должны осуществляться быстро и без задержек. А здесь мини-матч. Два на два. Команда синих против команды белых. После качественно выполненной раскатки начинается настоящий хоккей. Самое важное вообще влюбить ребенка в хоккей так, чтобы он сюда бежал, так, чтобы он хотел, чтобы он, выполняя все самые сложные упражнения, любые, какие бы тренер ни дал, он радовался этому. И со стремлением, с желанием, с этой любовью выходил и играл в дальнейшем на играх, защищая команду. Степан Зуев уже защищал команду на настоящем матче. Признается, очень понравилось. Заняли третье место. На турнире показал все, чему научился на тренировках. В процессе тренировки фонарики, и вот так, как сказать, объезжать баллоны, и спиной делать тоже фонарики. По словам тренера и мастера спорта Сергея Клементьева, хоккей воспитывает настоящие мужские волевые качества, которые обязательно пригодятся и в жизни. Отделение по хоккею спортивной школы Одинцова ждет всех желающих. Набор в группы открыт. Татьяна Верняковская, Артем Ломоносов, Станислав Трифонов. Телекомпания Одинцова. Это и не танец, и не акробатика, и даже не борьба, а все вместе. Капуэйра. Уже три года Анастасия занимается этим видом боевого искусства. Однажды увидела его в фильме и с тех пор влюбилась в эти красивые движения. Меня привел к Капуэйре папа. Он показал мне фильм «Только сильнейший». Там была эта Капуэйра, и мне она очень понравилась. Я стала его упрашивать, и он все-таки нашел ее здесь. Этот же фильм только 20 лет назад вдохновил и ее инструктора. Только секции тогда не было. Да и само Капуэйра только развивалась в нашей стране. Осваивали движения из кино, тренировали друг друга. Мы сами были тренированы для себя. Потом, когда открылись первые школы в Капуэйре, старшие ребята ездили, обучались и приезжали, тренировали нас, кто помладше. Теперь многолетний опыт вот уже 10 лет он передает юным одинцовцам. Осваивать Капуэйру могут даже малыши, ведь главное здесь растяжка, координация, чувство, ритма. Традиционное бразильское бесконтактное единоборство сочетает в себе боевые акробатические элементы. При этом удары не наносятся. Участники словно танцуют под звуки берембау – народного бразильского инструмента. Капуэйр для детей – это больше игровые тренировки, и основная цель которых – это физическое развитие детей, широкая база движений, развитие всех аспектов координации. Ребята с легкостью делают шпагат, сальто, колесо. А еще компас, армада, кишада – всего 52 движения, имитирующие удары и подсечки. Песни на португальском, которые хором поют для поддержки. За особое мастерство ученик получает пояс, который с гордостью носит на каждой тренировке. Такая работа в группах взаимодействия, сочетание физической нагрузки под музыку не только полезна для здоровья. Это помогает нестандартно решать сложные проблемы, уверен инструктор, а главное – дарит хорошее настроение. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».